Здравствуйте, меня зовут Андрей Дривер, это Коммунальный патруль на телеканале Толк и в этом выпуске. Кошелек или жизнь? Управляющие компании требуют от собственников дополнительно платить за диагностику старого газового оборудования. Пока погода позволяет, стоит ли ставить прибор учета на отопление и при каких условиях это вообще возможно. Реформа для людей. Поговорим о том, как в идеале должна работать мусорная реформа. А в начале выпуска мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru на вкладку телевидения и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки, она будет менять цвет. С красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему. И до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. Сдадим деньги или будем ждать, пока что-нибудь взорвется? Примерно такой выбор предложила жителям многоквартирного дома управляющая компания «Фаворит». Ее представители настаивают на том, что в доме необходимо провести диагностику газового оборудования, а в оплату содержания жилья такая проверка не входит. В итоге собственников дома просят собрать круглую сумму за короткий срок. Законно ли это? Расскажем в сюжете. Собственники квартир явно недовольны. Так во дворе дома номер 8 по улице Горноалтайская проходит собрание жильцов. Вопросы – проводить ли диагностику газового оборудования и за чей счет? Представители управляющей компании «Фаворит» уверены, что проводить необходимо. Я понимаю, вот по закону покажите мне. Закон говорит, проводить диагностику газового оборудования дома необходимо раз в 30 лет. Об этом постановление правительства Российской Федерации номер 410 от 2013 года. При этом в оплату содержания жилья услуга по диагностике не входит. Это уже согласно постановлению правительства за номером 290. Управляющая компания предлагает выход – собрать деньги с жильцов Внепланово. Но давайте раз в две недели предлагаю Внепланово по 46 тысяч платить. Кто за? Все, наверное. Только будет ООО, которое моей сестре принадлежит. Соблашны, голосуем. Кому принадлежит компания, проводящая диагностику, важно. И на собрании это обсуждалось. В том же 410-м постановлении сказано, что такую услугу не может предоставлять компания, которая является поставщиком газа. Или как-то с ним юридически связана. Исходя из этого, сразу говорю, что «Газпром», многие заблуждаются, что он делает диагностику. Он не делает диагностику. Он обслуживает именно внутридомовые сети, которые в дом зашли. В квартирах, на лестницах. Они обслуживают сети. Это не диагностика. В «Фаворите» говорят, что они дают жильцам полную свободу в выборе компании. Собственники имеют право самостоятельно определить того, кто будет проводить диагностику газового оборудования. Реестр соответствующих компаний, а их в Барноле около двух десятков, можно найти на сайте госинспекции. Споры у дома на Горналтайской 8 лишь одни из первых. Если в вашем многоквартирном доме тоже есть газ, то, скорее всего, управляющая компания уже идет и к вам. И обязанности по проведению диагностики управляющей компанией возникает. Но, естественно, за счет средств собственного помещения дома, поскольку они обеспечат финансирование только технического обслуживания. Еще раз повторяю, что диагностика – это совершенно иное. Это совсем другой вид работ. И проводят эти работы не газоснабжающая организация, а специализированная организация, которая имеет лицензию гостехнодзора. «Фаворите» говорят, отказ от проведения диагностики – это штраф для управляющей компании. «Если никакие работы в этом направлении не осуществляются, то управляющая компания рискует быть привлечена к административной ответственности. И штраф там очень серьезный. За уклонение от проведения диагностического обследования внутридомового газового оборудования там на юридических лиц налагается ответственность. Штрафы в размере от 40 до 100 тысяч рублей». При этом в Минструе нам сказали, проведение диагностики в многоквартирном доме раз в 30 лет носит рекомендательный характер. Но независимые специалисты в сфере ЖКХ смотрят на эту проблему. «Иначе». «В данном случае законодателя, так скажем, выдвигая такое требование, исходит не из посыла того, что просто так нужно, а из требований безопасности самого же собственника. Я считаю, что в данном случае заключение договора управляющая компания должна его сделать. То есть вопрос дальше, что управляющая компания должна возмещать расходы. То есть возмещение этих расходов предполагается из карман собственников. Поэтому здесь вопрос стоит только лишь один. То есть доводить до сведений граждан данную проблему, объяснять ее значимость и необходимость оплаты ее. Вот и все». То есть у управляющей компании выхода нет, заключать договор придется. Но оплатить диагностику согласно условиям договора она сможет только за счет жильцов. Возможно, собственники сами захотят платить за диагностику внутридомового газового оборудования, когда поймут, что это в первую очередь дело их безопасности. Не везде нужно использовать силу убеждения, например, гулять в чистых дворах или сдавать пластик на вторпереработку за деньги. Об этом и так мечтают многие. И все это нам могла дать мусорная реформа. О том, что каждый из нас еще может ждать от новой государственной мусорной стратегии, мы поговорим с экспертом в сфере ЖКХ Николаем Поддубным. Николай Григорьевич, ну расскажите, что жители Барнаула, что жители вообще любого алтайского города должны получить от мусорной реформы? Ну, мусорная реформа, она задумывалась той целью, чтобы было в первую очередь разделение мусора. То есть предварительная утилизация должна происходить. И должны появиться мусороперерабатывающие предприятия, мусоросжигательные заводы. То есть вот этот мусор, который каждый контейнер имеет до 80% упаковки, пластик, стекло, они не должны доходить до полигонов. Это все должно уходить в переработку. И мы этого ждем. Я смотрел постановление Алтайского края, губернатора подписанного, о том, что, ну, о проведении, значит, реформы этой мусорной. Но там, к сожалению, предварительная утилизация, план предварительной утилизации разделения мусора еще не начат. В Алтайском крае, в том числе и в городе Барнула, как и в других городах, должны быть приемные пункты, куда можно было бы сдавать до 7 видов, значит, твердых бытовых отходов. Мне доводилось видеть, допустим, в одном из городов, когда вокруг рынка расположено 5 таких вот киосков, будочек, где принимали 7 видов утилизации. То есть гражданин берет с собой дома, там накопилась у него мукулатура или накопился пластик, он его скрутил, смял немножко и пошел сдал. Да, деньги небольшие. Ну, допустим, гражданин сдал там стекла, мукулатуры, полиэтилена на 100 рублей. Ну, это значит, он уже может 2 булки хлеба купить. Есть два варианта. Либо это будут выставляться какие-то предприятия, значит, контейнера разноцветные для предварительной утилизации, либо сами, либо организовываться должны быть. Должны быть организованы для граждан приемные пункты. Значит, но в любом случае вот эти 80% твердых бытовых отходов в виде пластика, упаковки, стекла не должны доходить до полигона. Плюс, вот задумана таким образом реформа, что уже в этом году 65 видов твердых бытовых отходов не должны попадать на полигоны. Ну, там батарейки, ртутные всякие там термометры, значит, ртутные лампочки, ну и другие 65 видов, значит, наименований. На следующий год там 119, по-моему, наименований. Ну, дальше уже 200 наименований. Смысл заложен такой, что должны доходить только пищевые отходы, которые будут перегнивать. Кто-то ждет больших свершений от федеральной реформы, а кто-то пытается получить выгоду от простых коммунальных лайфхаков. Например, можно сэкономить на отоплении, поставив на отопительную систему приборы учета. Почему это решение доступно далеко не всем, объяснил юрист Дмитрий Лебедь. Многие слышали в интернете, ну и, в принципе, по новостям, или как-то еще от соседей слышали, что возможно установить прибор учета на батарею и платить по фактическому теплу, который поступает вам в квартиру. Как бы здесь, можно сказать, и да, и нет, и нет. Фактическая возможность для установки именно прибора учета на отопление у вас предполагает именно наличие горизонтальной разводки в доме. То есть, это когда вот на этаж приходит основной стояк отопления, и он по всем квартирам расходится горизонтально. И в вашу квартиру есть только, как и вот, например, на воду, один вход, труба, которая горизонтально идет по всей вашей квартире. И то есть, то тепло, которое зашло в вашу квартиру, оно всего в одном месте заходит. Но, когда у нас есть ситуация со старыми домами, то есть, это большая часть, когда у вас в каждой квартире идет по два иногда даже стояка, а то где-то и по три, здесь установить именно, сколько именно в вашу квартиру зашло прибор тепла невозможно, потому что либо, получается, ставить на каждую батарею прибор, но, как бы, это законом не предусмотрено. Поэтому вот установка таких приборов, возможно, только, ну, можно сказать, в новых домах. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. А если вас беспокоит коммунальная проблема, под окнами свалка. Дом в аварийном состоянии годами не ремонтирует дорожное покрытие. Обращайтесь к нам. Заполняйте форуму на сайте talknews.ru и мы попытаемся вам помочь. С вами был Коммунальный патруль. До скорого.